хочу записать это видео выставить на своем канале и также хочу отправить его маме потому что я часто рассказываю ей про свой огород и вот решила показать это здесь у меня растут помидоры вот в такой трехэтажной квартире горшки стоят в 3 этажа такая специальная конструкция три горшка снизу затем три горшка посередине и три горшка верхняя часть и вот таким образом растут у меня помидоры один стал желтеть не знаю может быть много воды может быть мало воды понятия не я учусь выращивать огород я и говорила что помидор у меня мощные вот посмотри какие у меня толстые стоят помидоры так идем дальше вот это возле порога растут помидоры дальше у меня идет георгин вот уже скоро будет цвести это у нас базилик очень люблю базилик с помидорами очень хорошее сочетание дает здесь выживший один куст малины всего-навсего не знаю почему то все пропало прошлой зимой вот сколько у меня джесая растет здесь же у меня растет укроп нет щавель щавель здесь лук двух сортов семенами села и головками ну и трава конечно же он пыталась выдергивать траву но здесь очень трудно и выдергивать потому что лук все покрыл и боюсь вместе с луком выдергать траву дальше у меня идут грядка продолжается идут помидоры вот такие уже большие цветут помидорки уже есть здесь у меня сколько раз два три 8 кустов и за кустами помидор идут у меня баклажаны и перец их там плохо видно тоже стали желтеть но я думаю им там много воды потому что были дожди и я сейчас там дергала траву и видно что они ну вода то есть почва очень влажная вот столько у меня растет клубники немного ну побаловаться хватает теперь сниму издалека чтобы полный обзор был джусай помидоры где за ними растут перец и баклажаны и клубника так заворачиваем за дом вот столько я сорвала клубники очень много было гнилой клубники потому что опять же из-за дождей которые прошли два дня подряд были вот начала сорвать укроп для того чтобы его потом помыть порезать и заморозить и вспомнила надо все таки мне заснять и показать это видео потому что я еще и обещала одному человеку что я сниму и покажу с этой стороны посмотрим на мой огород вот смотрите какое богатство здесь укропа тоже все буду выдергивать и мыть и резать и сеять второй укроп по второму кругу прям прям кошмал укропа нужно срочно с ним его переделывать дальше у меня идут огурцы я вам говорила что огурцы у меня гнилые в этом году дохленький да скажем так я посеяла другие вот прижились вы здесь я выдергала вот тут укроп что я показывала я выдернула весь здесь а вот это у меня зукини огурцы у меня здесь похоже жить не будут вот здесь есть немножко небольшой кустик ну будет руки не зато вот уже есть плоды и здесь же я посадила тоже огурцы как только звуки не перестанут плодоносить хотя я не знаю когда они перестанут он маленький есть уже меня плоды так дам место огурцам общем посмотрим вот такой у меня огород в этом году что-то хорошо растет так всегда сами знаете каждый год на что-то хорошее урожай на что-то плохое урожай растет и я радуюсь что хотя бы летом я могу кушать то что имеет вкус цвет и запах натуральный причем вот такая большая чашка укропа получилось теперь нужно будет разложить по пакетикам и заморозить и вот такой пучок я еще оставила хочу поделиться а это идет на заморозку затем зимой можно будет пользоваться свежим укропчиком вот таких три пакетика укропа у меня получилось хочу сейчас взвешить и посмотреть какой общий вес трой и третий 687 грамм укропа и еще вот этот пучок это что же с моего огорода не падай 762 грамма чистого веса давно ничего не показывал с термомикса что я с ним делаю что вытворяю скажем так в общем сейчас я варю яйца в термомиксе потому что у нас жара не хочется зажигать газ а хочется окрошки поэтому прекрасное решение если жарко и не хочется зажигать плиту делать лишнюю жару можно жарить вернее можно варить в термомиксе кстати и жарить термомиксе яйца но практически жарить тоже можно обязательно когда-нибудь сделать рецепт 18 минут чтобы яйца получились вот такие твердые вот осталось 8 минут здесь можно варить и картошку но картошку я буду запекать в микроволновке так вот решила с вами поделиться все только что проговорила наша ау горячая супер машина что яйца готовы и вот что мне нравится что они не лопаются видите они целехоньки один к одному никаких трещин поэтому если варить например на какой-то праздник яйца они не потрескаются что очень удобно хочу похвастаться вам своей новой покупкой сегодня купила вот такие огоньки на солнечных батареях написано что 8 часов света то есть много должны гореть не знаю посмотрим таким они должны быть разным цветом 33 light mouse это значит три цвета и один еще белый вот такой можно менять цвета можно чтобы одним цветом они горели в общем не знаю купила сегодня будем будем посмотреть как она все это работает сейчас пока поставлю а вечером если достаточно зарядиться за вот эти оставшиеся часы потому что у нас уже 7 часов вечера тогда уже покажу как она будет в темноте гореть если нет то значит уже в другой день сниму ну посмотрим вот хотела показать как к эти огонечки горят уже практически темно это не меняют цвет они не просто белым горят или каким-то одним цветом горят они еще меняют цвет мне очень нравится красиво красный переходит светленький такая красота у нас а это я только что сделала арбузно арбузный лимонад вот там арбуз и лимон еще не пробовала вот только снимаю потом напишу вкусно или нет знаете что это я делаю это я варю спагетти для для вот этого блюда хочу спагетти с мясом сделать и в термомиксе да можно варить спагетти пасту любые макароны в общем посмотрим что у нас из этого получится надеюсь мне понравится потому что слышала отзывы получается все один как бы отдельное все отдельно друг от друга ничего не слипшееся не прилипшее но посмотрим думаю что как всегда термомикс оправдает мои ожидания ждем ого смотрите как кипит ничего себе хорошо что там есть такая такое место для кипения но дело в том что нужно было воды меньше я налила больше и пасту нужно было положить вот эти спагетти нужно было покласть меньше я поклала больше потому что потому что мне оставлять же одну третью пачки поэтому я о окей опустилась хорошо ладно а то я уже начала переживать чтобы ничего не испортить две тысячи минуты осталось вариться посмотрим как они все сварятся мне самой даже очень интересно так я добавила время потому что здесь написано варить по времени которое указано на пакете или до тех до того времени пока она не станет мягкой я открыла попробовала спагетти еще твердоватое ну понятное дело я же воды больше добавила и самого спагетти было больше поэтому этого времени не хватило ну поэтому добавила время к счастью это можно добавлять варю снова довариваю точнее снова ну что я вам скажу паста сварилась отлично вся проварилась вот видите так что замечательно если у вас есть вопросы пожалуйста обращайтесь по поводу приобретения термомикса с удовольствием отвечу с удовольствием помогу мне он очень нравится ну и прелесть термомикса в том что его не нужно мыть он моет сам себя нужно только будет потом сполоснуть чистой водой